здравствуйте с вами александр и сегодняшнее видео будет посвящено долгожданному обзору шуруповерта мелоки которые ждал пришли две посылки в одной из них я заказывал два шуруповерта мелоки аккумуляторы к ним зарядное устройство а во второй посылке конвертер преобразователь тока на 220 вольт с американских 110 и сейчас мы начнем смотреть что у нас в посылочки посылку я уже аккуратно большую вскрыл чтобы не терять на это время мы ее открываем сверху бумаги я так понимаю это чеки инвойсе на товар и упакованы непосредственно товар полиэтиленовую пленку довольно плотно очень хорошо обернут сейчас я буду доставать достал один достал второй достал зарядное устройство одно второе зарядное устройство аккумуляторы и сумочку так сейчас мы это все будем раскладывать на столе и рассматривать сейчас мы откроем вторую коробку и в этой коробке преобразователи конвертера я заказал с запасом не хотел заказывать на алиэкспресс заказал нормальных с американского рынка здесь вот он коробочка с преобразователем они 200 ваттные сейчас мы подробно все рассмотрим соответственно зарядочка одна зарядка универсальная на 12 вот вот на 12 и на 18 может быть кому-то нужно будет модернизировать и взять 18 вольтовый какой-нибудь инструмент это уже хорошо она универсальная не нужно искать и одна чисто 12 вольтовая вот аккумуляторы кстати многие продают многие продают по объявлениям на авито в прочих местах шуруповерты мелоки аккумуляторы хотел обратить внимание что вот так выглядит фирменные аккумуляторы мелоки вот на них есть обязательно надпись мелоки м12 или м18 если 18 вольтового если этой надписи нет то аккумулятор китайский 100 процентов с алиэкспресс так они выглядят еще у них вот есть шильдик снизу мелоки аккумуляторы литий-ионные на 1 5 ампер час почему потому что я сам электрик как вы знаете и каждый лишний грамм для меня это помеха подымает подыматься наверх тащить на себя поэтому и шуруповерты такие маленькие они удобны для электриков для сборщиков мебели у меня друг занимается монтажом потолков натяжных тоже очень удобно ему работают дело по 500 дырок ему хватает два таких аккумулятор в среднем в заднем дело 500 дырок когда багетится ему с лихвой хватает этих аккумуляторов так значит второй шуруповерт и конвертер конвертер 200 ваттный запасом хватит с избытком на эти зарядки ну непосредственно сама сумка одна мелоки сюда вместится шуруповерт зарядка слегка еще какая-нибудь молочевка сумка тоже дело удобное сейчас мы перейдем непосредственно к обзору шуруповертов в принципе я их уже видел работал на что хочу обратить внимание на вес это один килограмм 300 грамм вместе с аккумулятор весит данный гаджет значит в нем 18 режимов скорости есть еще переключатель двух режимов значит здесь находится реверс довольно таки удобно буквально летает подсветка вот он даже заряжен на минимал здесь индикация заряда уровня вот плюс-минус минимальная тоже очень удобно можно понимать сколько осталось заряда подсветка выключается автоматически довольно хорошая подсветка ярко что хочу сказать по ощущениям он лежит удобно в руке приятный пластик как бы шуруповерт продолжается получается продолжение руки фактически очень удобно хотел сказать по поводу еще зажима вот этого крепления на пояс сейчас вам покажу один есть старый шуруповерт кстати вспомнил я не готовился сейчас возьму принесу и покажу и мы сравним я скажу плюсы и минусы сразу просто я об этом сразу не подумал сейчас мне в голову пришло заодно рассказать про плюсы и минусы этого крепления нашел я свой хитачи старый с крюком вот и как вы видите крюк здесь сообразно довольно таки большой ну кто у хитачи тот знает или кто держал его удобно засовывать за пояс ну все кто им работал они знают что также часто он и сваливается с пояса когда нагибаешься неоднократно это было у меня он падал и бился бетон в этом же мелоке шуруповерте здесь продумано он не так возможно будет лихо залетать в пояс но зато он вылетать так точно не будет потому что здесь все плотничком это хорошо значит я должен рассказать про характеристики данного шуруповерта многие не знают ну отметим что скорость без нагрузки у него в оборотах 450 скорость без нагрузки вторая позиция этот клавиша которая вверху переключал это 1700 оборотовую минуту диаметр значит ну здесь также указывается максимальный диаметр сверления в дереве 25 максимальный диаметр сверления в каменной кладке 13 максимальный диаметр сверления в стали 13 максимально что немаловажно максимальный крутящийся момент 37 ньютон и это хорошо потому что если взять вот этот огромный 14 вольтовый хитачи то на моей памяти у него меньше это точно меньше порядка 27 30 насколько мне изменяет память это дурь которая 14 вольтовая тяжелая огромный 1 и 5 ампер часов видите аккумулятор тяжеленный он даже слабее и скорость в оборотах у него меньше данный шуруповерт патрон стандартный 13 сверло как обычно что еще хотел отметить что этот шуруповерт как я уже говорил он очень удобен для электриков потому что руки не устают и что хотел еще отметить с ним удобно очень работать в щитах в таких отверстиях где обычно большие шуруповерты плохо входят по своим кабаритам этот шуруповерт во многие такие места вмещается и можно работать что облегчает работу ну естественно и вес опять же такие килограмм 300 обычно вот этот аналог который я показывал хитачи он весит 3 килограмма уход не 32 чем-то он весит точно поэтому руки будут отдыхать и наслаждение будут от работы получаться больше что еще хотел отметить и я забыл сказать что данный шуруповерт мелоки фойл надпись то есть он бесщеточный позиционируется сейчас мало фирм которая производит бесщеточные шуруповерты как заявляется ну вы сами поймете во первых бесщеточные не нужно менять щетки уже удобно во вторых фирма изготовитель заявляет увеличение за счет этого мощности и срока эксплуатации шуруповерта что тоже хорошо и еще кстати по поводу крючков кого из хилки тут знает у меня много инструмент тоже силки увидели и вот хилки шуруповерты идут без этих крючков они продаются отдельно я вот когда покупал я не знал не привезли и только потом я увидел что у нее нет крючка а его за нужно отдельно платить заказывать и пришлось мне купить кобуру и ходить с кобурой с хилки шуруповертом кстати я люблю ферму хилки вы знаете мне много инструментов но дело в том что то штроборез если мне там итальянский пылесос австрийский нет вам наоборот австрийский штроборез австрийский пылесос итальянский вот европейская сборка качественные вещи а к сожалению шуруповерта у них делаются не очень в китае и мой шуруповерт за два года эксплуатации дважды уезжал в ремонт и уже прикол со щетками он щеточный в первых и щетки не купить самому и пришлось каждый раз отправлять его в москву на замену щеток он приезжал потом обратно так что то пользовался шуруповертами сил тебя не знает эту фишку чушь греха таить я такой же его обладатель вот поэтому знает этот минус насчет щеток прикол хилки на расходные инструменты хотя там они позиционируют 30 максимум 30 процентов от стоимости инструмента это они обещают что самый дорогой ремонт будет 30 процентов от стоимости инструмента в независимости чтобы не сломалась но слава богу штроборез у меня еще ни разу не ломался хотя эксплуатировал жестко пылесос тоже поэтому я еще не знаю как это будет выглядеть чтобы этого как можно подольше не случилось но вот шуруповерты до них есть такая проблема они катаются периодически в москву надеюсь что вот с этим агрегатом таких проблем не будет все таки бесщеточный это уже большой плюс так что вот если вот брать еще от шуруповерт чувствуется металлический редуктор такая штука приятно на ощупь берешь это вообще-то приятен и очень радует что не металлический редуктор значит он был долго работать и пластику до удобен как бы реально удобен в ощущении для руки мне понравился смеет чем сравнивать я работал со многим шуруповертами это довольно хорошее исполнение по поводу зарядных устройств и аккумуляторов ну начнем с аккумуляторов кто-то конечно между задаст вопрос опять и почему 15 почему не 4 там скажем или три ну во первых они большие аккумулятор у них платформа идет вот здесь вот этом месте у них идет выносная платформа в эту сторону как скажем вот взять вот на моем hitachi вот такая же поменьше естественно будет выносная платформа говорят может оставить это удобно возможно в каком-то моменте это и будет удобно для меня это не будет удобно тем что вес я просто взвешивал это сразу где-то грамм на 500 примерно то есть он уже будет почти два килограмма это мне ни к чему когда человек трудится реально работает монтажники они сопли же там знает когда как мой напарник по 500 отверстий сначала перфоратором шуруповертом руки устают это потолочный багет это все вверху то там вес имеет огромнейшее значение для рук чтобы они не болели не ныли потом ты мог работать меньше перекуров соответственно заработаешь больше денег это очень важная тема и я всегда первое когда я покупаю инструмент я смотрю в первую очередь в на вес и ну исключительно дело в качестве само собой но тут фишка в том что здесь фишка в том что я покупаю инструмент качественные изначально выбирая между хорошими производителями и выбираю соответственно вес уже между хорошими производителями поэтому естественно качество качество но первое выбираю вес неважно перфоратор что там что-нибудь штроборез там все прочее поэтому у меня на канале обзор есть насадок для болгарка для штробления там где я делаю добора после штробореза хилки или штроблю потолки чтобы руки не уставали все делается для того чтобы борьба за вес за вес и спросят вот поэтому я отвечаю что я покупаю эти аккумуляторы по той причине что они легче в первую очередь и 1 5 ампер часов у меня не было ни одного случая когда бы двух аккумуляторов оригинальных мне не хватило на сутки работы не помню ни одного я даже зарядку не беру зарядил дома 2 взял с собой и все они за глаза на сутки если знаешь день работать и даже с дома не беру и чтобы лишнего не таскать поэтому такой вариант тем более по цене там нет такая уж большая разница я мог себе дело не в цене а в первую очередь в весе значит теперь насчет зарядных устройств зарядных устройств я взял два зарядных устройства одно значит универсальная 12 18 2 чисто на 12 вот она так извините вот она на 12 и у меня тут же вопрос ты вот сам электрик почему ты не переделаешь на наш стандарт 220 вольт да чтобы переделать у меня это займет минут 15 чтобы переделать но не переделывая по нескольким причинам сейчас я их расскажу но в первую очередь хочу сказать уж если кто-то захочет переделать я могу рассказать как это делается для этого нужно сделать два действия самых необходимых это значит разорвать одну дорожку ножичком и прочим можно соскоблить и потом покрыть лаком и поменять варистор на более высокий номинал если кому-то это будет интересно я могу снять на тему видео хотя не хотелось бы портить зарядное устройство принципе могу если уж сильно много людей попросят сделаем но не хочу почему по той причине что как вы видите сейчас покажу будет ли вам видно я переверну зарядное устройство сейчас попробую показать если освещение хватит в общем вот вы видите я показываю винт он покрашен идеально краской любая царапина будет видно здесь под звездочку к чему потому что если я буду их продавать они у меня будут на гарантии я не хочу чтобы потом думать кто там что открывал и я тут же увеличительное стекло даже без увеличительных темно паяльной станции через учительное стекло я увижу что вы вскрывали мне это не нужно что потом проблем не было с покупателем то есть будет видно что гаджет вскрывался и никто не хотел поэтому я пойду лучше на убыток небольшой буду их комплектовать такими преобразователями конвертерами хорошего качество тяжелое чувствуется весит они 800 грамм вот и лучше этого не буду делать по этой причине потом опять же если это сделать по хорошему то я вам сказал два действия разорвать дорожку поменять значит варистор на более высокий номинал но вы поймите что при этом охлаждение то не будут хватать и если уж так совсем хорошо по хорошему то там нужно ее менять добавлять какой-нибудь радиатор охлаждение более мощный и варисторы часто из-за этого что так делать довольно таки часто они взрываются внутри идет дымок забрызгивает плату поэтому многие даже изначально в термоусадку садят что при взрыве как бы не разлетался он подзарядное устройство внутри и представьте покупатель купит такой переделанный она авито я вам сразу скажу там 99 процентов переделанных вы представьте включая тут а там отделочник или чё незнакомый с электрикой для него это шок пошел дым бах трах звук что вы мне продали правильно и потом проблема это потери репутации и потери репутации за какой-то тысячи рублей я думаю я не такой жадный человек чтобы потом так плохо про меня думали лучше все сделать заводское не делать кастрацию гаджета сделали на заводе хорошо и ладно дать конвертер адаптер и все нормально окей это личное мнение лучше ну вот еще поставил я на зарядку аккумулятор вы видите красная лампочка горит это значит что зарядка идет батарея заряжается отлично где-то примерно минут 25 наверное точно уже стоит зеленая заряжена красная мигающая индикация это значит перегрев если мигает одновременно 2 красный и зеленый это значит что зарядка не идет что неисправность какая-то трогаем ели теплый ели ели преобразователь вообще практически ели теплый ну и неудивительно я взял 200 ватная даже мой зарядное устройство сейчас посмотрел на hitachi на своем который 14 4 вольта на зарядном устройстве там 40 40 ватт по моему врать не буду не буду где-то около того очень мало поэтому я взял с огромным запасом так что все отлично все идет все работает я очень рад значит по поводу еще хотел сказать самого шуруповерта что здесь есть тоже индикация она показывает не только зарядку при сильном нагреве он автоматически мигает тоже всеми лампочками показывают и отключается также приколь то есть блокировка как инструкция написано вибрирует 6 секунд и потом тоже отключается если какие-то проблемы при нагрузках аппарат хорошей защиты что очень тоже приятно если кому-то нужно будет какую-то более подробную информацию по поводу мелок и пишите мне я отвечу вам в комментариях обязательно всем если кто-то захочет надумает заказать пожалуйста можете ко мне обращаться мы обсудим этот вариант будет дешевле на порядок чем официального представителями луки в москве все оригинальное как вы видите все без обмана буду пожалуй комплектовать всем сумочками это будет как подарок всем желающим так что ребята пишите буду ждать вопросов буду отвечать там я начал уже монтировать это заключительное видео там на каком-то отрезке минут пять назад я там рукой постучал немножко по зарядке уж извините там шумом по ушам даст переделывать не буду немножко просто сегодня запаренный после вчерашней небольшой медицинской операции так что простите заранее тоже про штатив может кто-то напишет ребят но я куплю но попозже потому что сейчас я купил уже металлодетектор дорогущий ну как довольно таки 50 тысяч и буду искать монетки ходить мне еще нужно купить к нему еще кучу всяких прибамбасов лопаты чехлы хочу купить gps навигатор карты старые всякие различные денег стоит поэтому не уже бюджет сверстан поэтому немножко папа жа еще хочу купить action камеру ходить когда на поиске все как бы распланировано ног камера с штативом она будет попозже как вот я обещал со временем локи все будет ребят ну простите попозже я извиняюсь приоритет у меня в первом очередь стоит все же на хороший инструмент я в первую очередь на него деньги трачу как мастера вы меня поймете монтажники я думаю тех кто любит свой инструмент это тоже на первом месте есть расставлены приоритеты по покупкам ну а так можно немножко такое видео потерпеть я думаю всех благ вам здоровья не болейте как я удачи всего хорошего с вами был александр до свидания